С прошлой недели в Хабаровске начали открываться муниципальные спортивные школы. За три месяца самоизоляции спортсмены старались поддерживать себя в форме, однако это было сделать непросто, без полноценных тренировок в зале. Чтобы нагнать упущенное, некоторые спортсмены из школ Олимпийского резерва в скором времени смогут отправиться на сборы в другие города. Подробности дальше. Ведущие спортсмены Хабаровска готовятся к сборам, которые пройдут в западной части России. Тренироваться уже можно в регионах, которые перешли ко второму и третьему этапам снятия ограничений в связи с пандемией. В этом году четыре хабаровские школы Олимпийского резерва получили субсидию с федерального бюджета. Эти деньги можно будет использовать на оплату перелетов и проживания. Раз есть такие регионы, мы знаем, что там есть, в том числе и федеральные центры спортивной подготовки, то сейчас мы смотрим возможность отправки ведущих спортсменов для участия в тренировочных сборах, в восстановительных сборах, для того, чтобы они вышли на пик своей формы и когда в хабаровские ситуации позволят, первыми приняли участие в соревнованиях. На сборы отправятся воспитанники Центра развития бокса, бассейна «Дельфин», спортсмены из школ «Мастер» и «Максимум». Чтобы дети улетели, руководители школ должны оформить необходимые документы. В этом году на развитие спорта в Хабаровске из муниципального и краевого бюджетов выделено более 603 миллионов рублей. Их использовали в том числе для обновления спортивной инфраструктуры на стадионах «Заря и юность», а также для поддержки всех школ Олимпийского резерва. К ним относятся учреждения, где дети занимаются плаванием, боксом, легкоатлетикой, конькобежным спортом, борьбой, велоспортом.